Патч 7.30 уже достаточно плотно засел в доте. Народ более-менее освоился в нём, прохавал что к чему, а это значит, что стали появляться первые имбы патча. В 7.30 переделали достаточно большое количество героев, начиная с талантов и скиллов и заканчивая аганимами и аганим шардами. Как обычно, какие-то герои отправились на помойку, как например та же Бурда. Если кто не в курсе, после патча её винрейт упал на 13%. 13% Карл, до обновы было 54, а после стало 38. На данный момент это герой с самым низким винрейтом во всей доте. Но к счастью, есть и полностью противоположные ситуации, когда герой из помойки превратился в реальную имбу, за которую сейчас можно и даже нужно играть, если вы хотите поднять свой рейтинг. Надеюсь, к моменту выхода этого ролика не выйдет никакого патча и этих героев ещё не понерфят. Но если что, я не виноват. В общем, поехали, друзья. 5 самых имбовых героев патча в 7.30. Открывает наш, так сказать, топ прыгающая жабка по имени Сларк. Знаете, я бы не сказал, что до патча Сларк был помойным или слабым героем. Он был вполне себе сбалансированным даже по меркам самих валвов. Они ведь всем героям стремятся сделать винрейт в 50%. И Сларк был прям вот идеальным в этом плане. До патча на всех рейтингах он как раз имел эти заветные 50%, а местами даже и выше. То есть герой был идеально сбалансирован и уж точно не был слабым. Но тут валвы почему-то решили, что он всё-таки слаб и нужно превратить его в полноценную имбу. Для этого хватило всего пары изменений. Во-первых, ему уменьшили урон по себе от первого спелла. Во-вторых, уменьшили кулдаун ульты на 5 секунд. Ну и в-третьих, ему переработали таланты, которые стали основным бустом его винрейта. На 15 уровне у него появился любопытный талант, который увеличивает атаку Спиц Ларка в ульте на 50 единиц. По сути, на время ульты мы получаем гиперстоун. Ну а самый главный талант появился на 20, вот этот вот правый. Благодаря ему, с каждым ударом мы будем воровать не 3 единицы ловкости за удар, а 4. На первый взгляд это мало, всего лишь на единичку больше, но по факту в затяжном замесе или при наличии жирничей во вражеской тиме, типа там Марса или Бреста, этот талант реально делает тонну импакта. С этим талантом каждый удар по цели будет давать плюс 4 урона с руки, плюс 4 к скорости атаки, ну и полторы единицы армора за 2 удара. И если взять базовый минимум в 10 ударов, которые может сделать Сларк в замесе, то получится, что за эти 10 ударов он получит 40 к урону, 40 к атак спиду и 6 к армору. Короче, не буду вас дальше душить этими бесконечными подсчетами, но эта дополнительная единичка ловкости из таланта реально решает. Ну и благодаря двум этим талантам Сларк даже без особых итемов может во время ульта наворвать кучу ловкости, благодаря дополнительной скорости атаки и ловкости. В общем, все вот эти вот изменения подбросили винрейт Сларка на 5%, и теперь он официально стал героем самой высокой доли побед в этом патче. Так что смело берите его, правда учтите, что пикать и банить его стали в 2 раза чаще. Ну и валвы не были бы валвами, если бы новый патч был хорошо оптимизирован. Как обычно, с каждой крупной обновой дота стабильно теряет FPS, особенно это заметно на слабых пекарнях. Теперь, чтобы поиграть в доту, приходится вырубать все программы на фоне и даже браузер, потому что он тоже хавает нормальное количество ресурсов. Хотя, о чем это я? Существует же Opera GX. Это единственный браузер, который позволяет тебе увеличить производительность твоей пекарни. С помощью GX Control ты сможешь ограничить ресурсы процессора и памяти, потребляемые браузером, что позволит доте работать гораздо стабильнее. Например, вот сколько хавает хром. Для доты памяти тупо не остается, вы сами это видите. Также Opera GX интегрируется с свечом и дискордом. Просто логинишься вот здесь и получаешь моментальное уведомление, когда твой стример подрубил. Ну и дискорд здесь работает гораздо стабильнее, как в обычном приложении. И, кстати, у Opera тоже есть свой дискорд канал, можете присоединиться, если интересно. Также Opera обладает кастомизацией. Тут в целом крутой неоновый дизайн, но ты, если что, сам можешь его настроить. Ну и самое главное, при переходе с другого браузера, ты сможешь импортировать все свои настройки и вкладки в Opera GX буквально в пару кликов. Кстати, у браузера есть еще и мобильная версия, которая синхронизируется с обычной и позволяет быстро обмениваться файлами, вкладками и прочими ништяками. В общем, если у тебя слабый ПК, но хочется играть в доту и скроллить браузер, то Opera GX твой единственный выбор. Ссылка в описании, друзья. Следующее место достается герою, который безумно любит тишину. Речь идет о Сайленсере. Его лично я приметил еще в своем обзоре патча, потому что там уж слишком явно его апнули. Ну и вообще с ним ситуация такая же, как и со Сларком. Герой имел дефолтный винрейт, около 50%, местами даже выше, но Valve решили сделать его еще сильнее. У меня вообще такое чувство, будто бы у них есть какая-то квота на имбалансных героев. Типа в каждом патче должно быть 10 сломанных героев, которые сильнее остальных. Других причин апать и без того сильных героев я просто не вижу, если честно. Но, тем не менее, Сайленсеру немного переделали первый скилл. Теперь при касте любой способности под этой горелкой, вам добавятся всего 3 дополнительные секунды к длительности дебафа. Раньше было 5. Однако же взамен, этот скилл стал в 2 раза сильнее дамажить и замедлять, если жертва находится под Сайленсом. Плюс, также Сайленсеру апнули таланты. Например, на 15-м у него появился талант на плюс 100 к дальности атаки. С пикой, который на него почти всегда собирают, его атак рейндж становится просто неадекватным. Также на 20-м появился супер полезный талант на множитель интеллекта у Ластворда. Опять же, не буду душить вас ненужными расчетами, просто знайте, что он гораздо полезнее старого таланта, который был. Ну и он дает приятный бонус к урону от третьего спела. Вот небольшое сравнение. Вишенкой же на торте является новый талант на 25-м, который опять же улучшает Ластворд. Он запрещает использовать предметы. То есть, жертва на протяжении целых 6 секунд мало того, что не сможет кастовать скиллы, так еще и итемы не получится прожать. Ни мантум, ни лотус, ничего. Сайленс никак не скинуть. Думаю, все понимают, что это действительно сильный спелл. Особенно с аганимом. Напомню, что аганим на Сайленсере делает Ластворд по области. При удачном раскладе можно задизейблить почти всю команду. Всю полезность этого таланта показывает частота его прокачки. Обратите внимание на вот эту вот градацию. Чем выше рейтинг, тем чаще его качают. На божестве качают его вообще в 80% случаев. Игроки на таком рейтинге знают, что делают, так что берите пример лучше с них, а не с рекрутов. В общем, Сайленсер явно имба. Советую на нем играть. Ну, а мы идем дальше, друзья. А вот следующего героя, наверное, многие не ожидали здесь увидеть. Дело в том, что его даже и близко нет в топе винрейта. Но это пока что. Речь идет о ликане. Пока что его пикают не так часто, и многие даже понятия не имеют, что это за адская имба. Но думаю, после этого ролика или ролика какого-то другого блогера, ликан будет пикаться или баниться буквально в каждой игре. Да и что тут томить? Просто посмотрите на винрейт ликана на рейтинге божества. Около 58%. Ну и процент банов растет буквально с каждым днем. Думаю, вы уже поняли, что здесь все это не просто так. В общем, давайте смотреть, что же с ним сделали валвы. Ну, во-первых, его общий винрейт до патча был 42%. По сути, герой был реально помойным, его никто не пикал и почти никто на нем не побеждал. Сейчас его общий винрейт находится в районе 52%. То есть он поскочил ровно на 10%. Неплохо тогда. Причин у этого скачка всего две. Ап Аганимшарда и ап талантов. Если кто не в курсе, Аганимшард на ликана спавнит одного волка на одном из лайнов вместе с пачкой крипов. Этим волком нельзя управлять, он просто как крип идет автоатачить все на своем пути. Так вот, в патче 7.30 этим волком сделали низкий приоритет атаки. Что это значит, вы можете увидеть на своих экранах. Вражеские крипы и вышки будут бить этого волка в самую последнюю очередь. Прям вот реально, если останется хоть один крип, бить будут именно его. Казалось бы, этого уже достаточно, ведь этот волк в одиночку сможет пропушить целый лайн. Но нет. Помимо этого, волкам с Аганимшарда дали возможность калечить вышки. Ставь лайк, если ты тоже калечишь вышки в доте. Это значит, что их пассивка крипл отныне работает и на башнях. Чтобы вы понимали, эта пассивка замедляет скорость атаки на 60 единиц и наносит периодический урон. Ну, а теперь, представляю вашему вниманию, скорость атаки вышки под этой пассивкой. Башня становится очень медленной и справиться даже с одной пачкой крипов большая проблема. А теперь представьте, что все это происходит сразу на трех лайнах. Ведь волки спаунятся на рандомной линии. По сути, это бесконечный пуш, для которого не требуется ровным счетом ничего. Их ведь даже контролить-то не надо. За 1400 голды Лекан покупает в своей команде три постоянно пушащихся лайна. Вдобавок ко всему, ему добавили талант на урон волков. Поэтому, если прокачать все таланты на усиление волков, то по итогу получится, что у каждого из них будет по 650 хп и 108 урона. Неплохо тогда. При этом всем Лекану будет постоянно капать голда за крипов, убитых этими ребятами. Думаю, дальше нет смысла объяснять, почему это дикая имба. Это понимают абсолютно все, мне кажется. Просто пока что на лоу рейтах об этом еще никто не знает. А вот на хаях уже прохавали. Опять же, смотрите на винрейт и банрейт. Ну и чтобы вы понимали, насколько легко побеждать за Лекана, то вот вам мои последние игры за него. Я, если что, впервые за него играл, да и в целом я достаточно посредственно играю в доту. Однако у меня все равно был топовый урон по вышкам и почти топ по голде. Ну и, пользуясь случаем, хочу напомнить вам о своем дискорд канале, где я почти каждый день играю с подписчиками. Например, эти матчи на Лекане были именно в пати с ребятами из дискорда. В общем, для того, чтобы сыграть со мной, достаточно просто следить за каналом Таверна. Туда я скидываю вот такое вот сообщение, мол, нужно три игрока для игры в пати. Потом все желающие ролят себе число от одного до тысячи. И кому выпадет наибольшее число, идут в пати со мной. В общем, залетайте, если вы все еще не там, так как я поиграл, наверное, уже со всеми желающими, и со мной больше никто не хочет играть. В общем, жду вас, друзья. Следующий герой в нашем списке – это мерзкий Веномансер. Этот герой всегда был мега душным, это знают абсолютно все, но сейчас он еще стал и реально опасным. В патче 7.30 фаллы поменяли его ульт, и отныне вместо фиксированного 125 урона в секунду, поеза нова стала забирать 3,5% от максимального здоровья. А с агонимом так и вообще 4,5%. Что же это значит? Ульт длится 25 секунд, а ульта дамажит 4,5% хп в секунду. 25 умножаем на 4,5, получается 112%. То есть в идеале ульта сносит 112% хп врагам. С учетом регены хп и базового маг резиста, выходит около 100%. Говоря простыми словами, голый акс на 3 х хп сгорает от ульта до нуля. Вот этот вот процентный урон – это лютая имба. Да, сколько бы хп у тебя ни было, ты все равно сгоришь. Спасать будет только пайп и итемы на маг резист. С пайпом, например, ты сгоришь только на 50% хп. Но так как пайп не всегда собирают, а герой с пайпом может умереть раньше времени, то этот ульт – гарант победы в замесе. Да и опять же, всякие дискорды никто не отменял. Можно даже ничего не делать, по сути. Дал ульт и слился со спокойной душой. Да и винрейт, короче, ясно дает понять, что этот герой явно поломан. Ну и последнее место достается… Бистмастеру. Его апнули весьма элегантным способом. Скорее даже апнули не самого Биста, а его птичку. Если кто не знал, Аганим Шарт позволял его птице броситься на врага, нанести ему 250 урона и оглушить на 2 секунды. Как это выглядело? Ты ставишь птицу в определенную точку, а когда там появляется ваша цель, просто выделяешь птицу и прожимаешь ее скилл во врага. Все, казалось бы, просто, но Валвы решили еще сильнее упростить этот процесс. Теперь эту птицу можно сразу направить прямо во врага. То есть просто нажимаешь Ешку на цель и в нее уже летит 2 секундный стан с другого конца карты. Стоит ли говорить, что с помощью такого трюка можно максимально безопасно инициировать ганг на какого-нибудь кора, пока он фармит под вардами. Да, и главное, чтобы цель птицы не пропадала из вижена. Казалось бы, такое плевое изменение. А на деле его винрейт вырос аж на 7%. Ну а вы, друзья, пишите в комменты, какой герой, по вашему мнению, является главной имбой этого патча. Ну и не забывайте залетать в мой дискорд. Там я буквально каждый день играю с подписчиками и обкатываю разных героев. Плюс у нас там появился канал для обмена шмотками, а также мы сделали самую удобную систему для поиска тиммейтов. Она уже показала себя, так что если хотите себе найти хорошие пати или там, я не знаю, друзей для игры в доту, то залетайте. Ну а также не забывайте про мой паблик в ИК, куда мы постим мемы личного производства. Ну и самые свежие новости, конечно. Ну, а я с вами, друзья, не прощаюсь. Еще услышимся.